Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился К-91 в своем легендарном внешнем виде. За 10 тысяч вам предлагают взять набор, в состав которого входит машина, ее легендарный внешний вид, который действительно, ну прям круто смотрится на данной тачке. Есть не анимированный аватар, его не считают ценностью, соответственно не буду даже анализировать сколько он там стоит и хорошо ли или плохо, что его сюда положили. Есть, да и есть, в конце концов на осколки поменять можно. Есть слот в ангаре для того, чтобы тачку в ангар поставить, есть целых 15 сертификатов Х5 на К-91 и конкретно на данной машине вы действительно сможете их грамотно реализовать, поднять свои копилки и существенно поднять элитный опыт экипажа. Есть открытое все оборудование, что позволит вам сэкономить более 2 миллионов серебра. Ну и ребят, есть еще отдельно приказик, в течение 10 дней нанести 75 тысяч урона на танках Советского Союза. Это с намеком на К-91 и поверьте мне, на данной машине это не составит для вас какого-то труда, а взамен вы получите целых 3 мистических контейнера. И если вы с везением хотя бы чуть-чуть больше, чем у меня, то возможно вам отсюда что-нибудь выпадет. Огромное количество машин может выпасть отсюда, может и не выпасть ничего, но в любом случае халява есть халява. Поэтому спасибо разработчикам, что положили. Ну а что касается в принципе ценника, то скажу вам откровенно, даже если бы здесь не было вот этого вот приказа на мистические контейнеры, я бы все равно считал, что данная машина в совокупности с ее великолепным внешним видом и плюс еще x5 в количестве 15 штук однозначно стоит свою десятку. Я не могу сказать хватаете, берите однозначно, но ребят, машина очень годная и является одной из моих любимых машин на 9 уровне в этой игре. Я недолюбливаю 9 уровень, но конкретно данная машина мне заходит. Что я еще добавил? Я добавил сюда огнегарпун по одной простой причине, потому что данный обвес, по-моему, ну как нельзя круче смотрится и в принципе входит нормально в стилистику этой тачки в стиле безумного Макса. Короче говоря, машина выглядит просто великолепно. Ну что, берем машину, поехали сразу в бой. Мы не делаем сейчас честный обзор в стиле моего канала по одной простой причине, потому что пока 91 на моем канале есть уже огромное количество видео, которые я рекомендую вам посмотреть вдобавок к данному видосу, ну для того, чтобы плюс-минус взвешенно принимать решение в отношении того, покупать или не покупать. Ссылки обязательно будут добавлены в описании под данное видео и в пределах видоса будут всплывать вот здесь вот наверху в правом верхнем углу. А в нижнем правом углу, ребят, вот здесь вот, маленький желтый шильдик, пользуясь которым в один клик вы можете подписаться на канал и стать постоянным зрителем канала. Почему стоит стать постоянным зрителем? Не только потому, что я буду радовать вас все новым и новым интересным, веселым, познавательным контентом, который выходит по несколько раз в день, а еще потому, что среди зрителей канала, которые оформили себе подписку, производятся постоянные розыгрыши. Ну и, соответственно, это ваша возможность получить себе какую-нибудь дополнительную халявку, типа особого пропуска на батлпас следующего месяца, либо премиумная машина. Поэтому, друзья мои, не теряем время, подписываемся на канал, ну и давайте будем дружить. Ну что, К-91. Машина классная, машина интересная, машина приятная. В то же время, в ней есть ряд минусов. Но, в данном случае, нас, в принципе, пронесло. Почему говорю, что пронесло? Потому что там против нас не будет десяток. Десятки данная машина недолюбливает. Я огромное количество раз в своих видео уже говорил по поводу того, что К-91 самое место на десятом левеле. Его бы только чуть-чуть немножко апнуть, и дальше машина бы сияла красками и радовала бы своих владельцев, катаясь именно среди десяток, а не среди девяток. Потому что, когда вы девяткой попадаете к десяткам, ну, соответственно, вам становится дискомфортно. Что касается того, что можно косвенно или условно отвести к минусам данной машины. Но, наверное, время перезарядки снарядов между собой в магазине. И, в целом, ребят, на этом все. Да, не сильно бодрый, не сильно крепкий корпус у данной тачки. Ее действительно пробивают в корпус абсолютно спокойно. Но, ребят, когда вы играете от башни, то, в целом, проблем у вас не возникает. Опять-таки, напомню, если вы играете не против десяток, а против своих одноклассников. Сейчас я остаюсь здесь один против двух ПТ-х. Меня это не сильно радует. Поддержать меня, в принципе, некому. ЦЦеха, хоть и моего уровня, но все-таки, зараза, бронированная. Повезло. Не пробили. Есть еще два снаряда в магазине. Давайте попытаемся их реализовать. Не сильно бодро получается. Но, в целом, пять снарядов из шести довольно неплохо. Единственное, что меня не радует, что я здесь абсолютно один. Поддержки нет абсолютно никакой от моих союзников. И, как я понимаю, сейчас у меня из-за этого будут существенные проблемы. Ну, что делать, ребят? Только ждать, ждать, выжидать, надеяться на ошибку врагов. И попытаться реализовывать себя в данном бою настолько, насколько это возможно. Так, ну что, попытаемся, попытаемся как-то немножко вот так вот что-то поделать. Не знаю, насколько это бодро у меня сейчас будет получаться. Ни в коем случае... Ни в коем случае нельзя было попадать ни под ЦЦ, ни отъезжать от Т-30, потому что в корпус, понятное дело, он меня пробьет. Сейчас досмотрим данный бой, возьмем машину в следующую катку и обязательно заценим ее. Обязательно заценим в том числе и результаты данного боя. Мне просто интересно, кто сколько урона за данный бой набросает. Итак, друзья мои, поражение, но посмотрите на результат. Практически 3000 урона, 2950 если округлять. Каких-то 50 единиц не хватило до 3 косарей. И по-моему, это действительно крутой результат. Получил я удовольствие? Да, получил. Проиграл? Окей, хорошо, не проблема. Но зато как? С каким результатом проиграл? А значит, то, что сейчас здесь поражение, зависело абсолютно не от нас. Зависело от того, что Т-44 не сделал абсолютно ничего. А МХ-1390 попытался что-то, но у него ничего не вышло. Я обязательно лайкану нашего Феникса. За то, что парень, либо девчонка, кто там был за рулем, не знаю, держался до последнего, сражался. И я хочу поставить диз нашей вафле по одной простой причине. Потому что я терпеть не могу позорников, которые поднимают орудие вверх и сдаются во время боя. Пофигу, проигрываешь ты или не проигрываешь. Ты должен держаться до последнего, сражаться и грызть пятку своему сопернику, если он в этот момент, лежащего тебя на полу, бьет ногами. Но это мое скромное субъективное мнение и моя позиция по жизни. Поэтому, друзья мои, никогда не сдавайтесь, боритесь до последнего, мало ли, а вдруг все АФК станут резко и вы сможете победить. Ну что, запрыгиваем еще в один бой. И в целом, ребят, К-91 практически во всех 100% боев играется именно так. Вы будете наносить большое количество урона, потому что барабан это позволяет. Да, пускай крайне дискомфортно после игры на некоторых барабанах ощущается время перезарядки внутри самого барабана. Действительно, долговато, с этим я спорить не буду. Но если вы поиграете несколько боев на К-91 и привыкнете к этому времени, начнете где-то на подсознательном и интуитивном уровне чувствовать это время перезарядки, то, поверьте мне, проблем с К-91 у вас практически не будет. Основные советы, которые я могу попытаться дать, хотя, ребят, я не учу играть, я не люблю учителей. Я считаю, что в игру каждый играет так, как у него получается. Мы, в конце концов, не готовимся с вами к чемпионату мира. Мы не являемся с вами в большинстве своем гиперспортсменами. Поэтому терпеть не могу, когда с умными лицами нравоучают по поводу того, как правильно, а как неправильно. Могу поделиться всего лишь своим скромным мнением и дать от себя советам, как лично пользуюсь К-91 я. Ни в коем случае не подставляйте борта, потому что они картонные. По возможности играйте от башни на каких-то неровностях, потому что угол склонения орудия вам это, в принципе, как вы видите, позволяет. Да и башня хорошо забронированная для своего уровня. И против девяток играется абсолютно спокойно в такой позиции. Ну а что касается восьмерок, то и подавно. Что касается последнего, что хотелось бы отметить, так это картонный напрочь нижний бронелист. Вот это действительно его ахиллесово-пита. Этот нижний бронелист, сейчас попытаюсь его показать. Отъедь, пожалуйста, назад. Этот нижний бронелист сейчас у меня закрыт вот такими вот красивыми, типа, обвесиками, но они не добавляют брони абсолютно никакой. Поэтому толк от них только вот сугубо визуальный. И вот в целом, если вы посмотрите на те отверстия, которые будут появляться в машине, то вы обратите внимание, что как раз в основном выцеливают именно нижний бронелист, как самое мягкое место. Поэтому если вы данное мягкое место будете прятать, то, соответственно, у вас будут довольно неплохие результаты. Такс. Отходим назад. Вот видите, сейчас немножко не хватает времени перезарядки для того, чтобы бодро отбрасывать снаряд за снарядом соперником. Уходим на перезарядку. Нашего одного уже вынесли. Прикроемся ледяным. Пусть он принимает на себя. Ну а мы пока перезаряжаемся. Очень бодрая, классная машина. Масса фана, масса удовольствия. Действительно, играешь и получаешь максимум удовлетворения от боев. Такс. ВЗХ, давай, появляйся. Ты же хочешь. Ты же хочешь накинуть урона. Так. Попытаемся немного... Ух ты, ничего себе. Я как в ковбойских фильмах. Сейчас попытаемся немножко наглануть. Хури выцеливает. На СУ-152 не хочется сейчас размениваться. Хочу попытаться сейчас по-бырому заскочить вот сюда вот на горку. И с горки поддержать. Так, первый смертник. В ангар. Дальше. Ну, давай, подставь корму. Есть. Вафелька, прости, но мне придется тебя отправить в ангар. Как бы грустно от этого не было, но, к сожалению, ты мне ни в какие ровни не идешь. Великолепно. И огнегарпун крайне красиво смотрится на тачке. Все просто супер. Перезаряжаемся. Как раз пока доедем. Времени перезарядки, я думаю, будет достаточно. Единственное, что самостоятельно его выковырять оттуда явно не получится. Особенно, если он лбом меня встретит. Но о подвижности машины может и не хватить на то, чтобы закрутить товарища. Но, в целом, радуясь факту того, что я не один и есть Хури, который мне сейчас явно будет помогать. Да и плюс к тому, у данного товарища нет рубки. А это его уже проблема, а не моя. То, в целом, ребят, шансы у нас на победу вполне себе даже есть. Ну, а вот теперь можем делать с ним, по большому счету, все что угодно. Голда решает или нет? Да нет, обычным доберем. Вот такой вот он, К-91. Постоянно радующий от боя к бою. И в данном случае у нас победа. В том числе и благодаря нам. Я больше чем уверен, что мы входим в топ нашей команды по урону. Мы сделали три фрага. Нашей подвижности, в принципе, хватило для того, чтобы поменять направление и заехать с... Не то, чтобы сказал, с другого конца карты. Но, я думаю, увидели, что в бою происходило. Это действительно очень бодрый, тяжелый танк на девятом уровне. 2630 единиц урона. Да, пускай немножко меньше, чем в предыдущем бою. Но, согласитесь, несущественно меньше. И, в целом, на данной машине можно так отыгрывать от боя к бою. Обязательно похвалю нашего Хури. И, красавчик, молодец. Ну, и обязательно похвалю первых двух товарищей из команды соперников. Они молодцы. Красиво сражались, держались до последнего. Только честь и хвала. Вопросов не имеем. Что касается К-91. Я не могу кричать взахлеб. Берите все, кому не лень. Но, ребят, если у вас есть 10 тысяч, и вы хотите себе машину, которая годно отыгрывается, то К-91, поверьте, вас не разочарует. А я побежал снимать для вас новые обзоры. А для того, чтобы их не пропустить, обязательно посетите мой дискорд-сервер, на котором вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам. Вы можете поделиться своими успехами. Вы можете познакомиться с новыми друзьями. А еще, ребят, вы можете ознакомиться с новостями игры, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете, и увидеть новости канала. А именно, что и когда выходило. И вообще, там очень много всего интересного. Заходите, дискорд растет, и растет благодаря вам. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok